Здравствуйте дорогие друзья! Я хочу вам рассказать о бойцах, для которых перестали существовать понятия добра и зла. Они далеки от проблем человечества. Их смело можно назвать фанатиками своего дела. И все, что им интересно, это высокорехлогические инструменты уничтожения. Оружие стало их единственной страстью. А любая битва – лишь повод продемонстрировать его великое лебение и мощь. Доброго времени суток, друзья! С вами Юго Шоу и вашему вниманию я хочу представить гайд на штурмовика. У этого бравого бойца за спиной его малышка. Пушка-трансформер, которая заставляет врагов трепещать от ужаса. Его сокрушительные атаки пулеметом и лазером не дают шансов на выживание. А ковровая бомбардировка самонаводящимися ракетами ставит крест на всей вражеской ереси. Его оружие – его сила. Готов ли ты покорять Элеон за него? Хватит ли у тебя силы терпения? Если это так, то этот гайд для тебя. А теперь, друзья, изучим базовые умения штурмовика. Шквальный огонь – режим пулемета. Прицельные выстрелы по одной цели. Использование умения повышает запас тепловой энергии. Стрельба продолжается, пока удерживается кнопка. Энергетический импульс – режим плазменного ружья. Расходует тепловую энергию, нанося средний урон по одиночным целям. Ракетный залп – режим ракетной установки. Выпускает выбранного противника снаряд, наносящий ему значительные повреждения. Залп продолжается, пока удерживается кнопка. Массовый обстрел – режим пулемета. Наносит урон противникам в широкой области применения перед штурмовиком. Стрельба продолжается, пока удерживается кнопка. Плазменный поток – режим плазменного ружья. Сфокусированный луч наносит высокий урон выбранному противнику в течение 3 секунд. Система самонаведения – режим ракетной установки. Выпускает множество снарядов, одновременно поражающие до 5 противников в большой области перед штурмовиком. Каждый снаряд наносит средний урон своей цели. Плазменное поле – создает в указанной области поле, которое замедляет противников на 50% и наносит им периодический урон. Попадая под энергетический импульсом, поле вызывает цепную реакцию, наносящую дополнительный урон всем целям внутри. Силовой барьер – создает щит, поглощающий входящий урон в течение 6 секунд. А при снятии вызывает силовую волну, которая замедляет окружающих противников на 50% на несколько секунд и наносит им средний урон. Маяк переброски – герой кидает в указанную точку маячок, который остается лежать там некоторое время. При повторном нажатии он перемещается в позицию маяка. Если персонаж отошел слишком далеко, маячок исчезнет преждевременно. Добивающий удар штурмовика – ликвидация. Штурмовик запускает цель самодаводящуюся мину. Мина ускоряется во время полета и разрывается на части. С сильным взрывом, когда догоняет ее. Доступно всем, у кого от цели осталось небольшое количество здоровья. Орбитальный удар. Ультимативное умение – выстрел от орбитальной лазерной пушки в указанное место. Все цели, находящиеся поблизости, получают огромный урон. Сначала от попадания луча в землю, а потом от вторичного взрыва, который оглушает их на некоторое время. Чтобы взобраться на вершину освоения профессии штурмовика, вы обязаны знать тактику боя. Следуя четким указаниям кодекса Астартес, то есть описание скиллов и понимание своего билда. Мобы и противники не будут для вас проблемой, которую вы не сможете решить с вашей малышкой. Подожгите своих противников с сектором огня и окропите их с пулемета. Затем, положив в плазменное поле, цепная молния, которая вырвется из плазменного луча, парализует их. Завершите атаку с сокрушающим ракетным ударом. В решении проблемы с более сильным противником не забывайте использовать щиты и маяк-переброски. Уворачивайтесь от сильных ударов и не давайте им даже малейшего шанса покалечить вас. А если такое случится, не брезгуйте поднимать хилл сферы. В пвп ваши действия будут ограничены вашим билдом. Оставаться на второй линии и расстреливать всех издалека. Или сломя голову бежать с пушкой наперевес. Старайтесь действовать по обстоятельствам. Нет никакой стопроцентной работающей тактики, кроме яростного нажатия клавиши «Е», который принесет в вашу копилку фраги. Будьте максимально полезными в масс пвп для команды, а в соло старайтесь выживать. А теперь перейдем к билдам. Известно, что существует два типа игры. Это пве и пвп. На примере калькулятора я продемонстрирую вам два билда, которые я использую в своей игре. В пвп и пве режиме. Эти билды не претендуют на какой-либо стандарт. И каждый подбирает его сам. Конкретно описание талантов я не буду указать. Вы их сможете сами посмотреть в калькуляторе. Я накидаю их, а вы уже сами будете делать вывод, нужно ли вам это или нет. Начну, пожалуй, с пве билда. Итак, что мы возьмем из талантов? Автоприцел. Регенерацию бронепластин. Экспериментальное топливо. Сохранение импульса. Расширенный боезапас. Фрактальную шрапнель. Многослойный барьер. И модуль прогнозирования. Из талантов. Плазменный поток. Сектор огня. Плазменное поле. Минное кольцо. И анализ уязвимостей. Этот билд я для себя считаю оптимальным, чтобы проходить в соло данжи и иметь максимальный ДПС при групповом их прохождении. Плазменное пвп билда. Как я уже говорил ранее, штурмовик это РДД второй линии. Ваша основная задача в массовых замесах это оставаться живым, наносить кучу дизейблов и окроплять врагов своими ракетами. Так, чтобы они вас запомнили надолго. И самое главное не умирать. И что ж, давайте посмотрим, что я выбрал для талантов и умений в пвп билде. Это. Регенерация бронепластин. Сохранение импульса. Расширенный боезапас. Многослойный барьер. Модуль устойчивости. Фрактальная шрапнель. Трассирующий заряд. И пространственные датчики. Умения. Плазменный поток. Сектор огня. Подавляющее поле. Минная полоса. И контузионные патроны. Все это взято лишь для массовых пвп замесов. Этот билд абсолютно не играбелен на таких аренах, на таких пвп активностях, как лурган и арена кенгези. Здесь нужно подбирать непосредственно под себя, с чем вам более приятно управляться. Как я говорил ранее, эти билды созданы лишь для большего ознакомления с профессией. Если у вас есть какие-то свои мысли, обязательно излагайте их в теме про штурмовика. Я надеюсь очень скоро она будет заполнена своими интересными билдами. Продолжение следует. Первая прекрасно себя показывает в активном стиле игры. Вторая же шикарно смотрится в режиме турели. Фаворитом у дополнительного я считаю увеличение массового обстрела на 50%. Ну, тут в принципе объяснять нечего. Но если вы используете осадный режим, ваш должен выбор пасть. На время восстановления барьера уменьшено на 50%, если здоровье персонажа ниже 25%. Далее. Статом в кольцах я отдаю предпочтение силе и удаче, а дополнительным бонусом шансу критического урона и точности. Амулеты и трофеи выбираются сугубо индивидуально от стиля игры и данжа, который вы проходите. Теперь немножечко о провинциях, точнее о часовнях, которые вы берете. Основные часовни берутся на шанс критического урона и точность. Сейчас, в данный момент, я экспериментирую с такого типа часовнями, как вспыльчивость, игнорирование защиты и восстановление разряда. Что из этого будет лучше, будет известно чуть позже. Одной из важнейших частей построения сбилда штурмовика являются символы, как и в любой другой профессии. Но давайте рассмотрим те символы, которые конкретно будут нужны вам и без них ваша жизнь будет гораздо сложнее в мире Эллиона. Итак, поехали. Первый символ, активная защита, дается за закрытие класса. Три дрона, дамаг, замедление. Брать от случая к случаю, но, как бы, самый первый символ помогает, когда вы находитесь в турельке. Блистательный триумф. 10% урона, 10 поглота за добивание, эффект 10 секунд, 3 десятки, шикарный, который облегчает вам жизнь. Парализующий шок, брать обязательно. Стан на 3 секунды, с болевым наносит дамаг и уменьшает время перезарядки. Максимальная отдача и предельная сила. Два символа, которые увеличивают ваш базовый урон и критический урон. Также, я советую вам взять в дальнейшем и открыть такие следующие символы. Сотрясение, крит, урон. При срабатывании оглушает противника на полторы секунды. Откат 7 секунд. С учетом того, какой у вас ДПС и крит, противник будет належать на земле довольно-таки часто. Для защиты используйте вмешательство небес. 4 секунды неуязвимости, если входящий урон превышает 10% от максимального здоровья. Также советую брать символ лучника, холодный расчет, который увеличивает урон персонажа на 12%. Символ алхимика, сыворотка, который увеличивает наносимый урон на 15% в течении 10 секунд. И рассматриваю символ, но он очень спорный пока что. Это элемент неожиданности. В течение первых 8 секунд боя исходящего урона увеличено на 12% за каждый уровень этого символа. В Савакубе можно набрать 36%, но как он работает на штурмовике и с какого момента включаются эти 8 секунд боя, вот это еще неизвестно, будем тестить, будем брать. В любом случае он находится в пределах Атласа, который взять не проблематично. Помните о символах, подбирайте их с умом и не давайте своим врагам шанса на победу. Вон собственно и все, дорогие друзья, что я хотел рассказать вам о профессии штурмовик, об этом прекрасном воине в мире Элеона, который с помощью высокотехнологического оружия покоряет этот мир и несет свет и добро в массы. Надеюсь, мой гайд был полезен для вас и вы сделаете правильный выбор. Он не претендует на канон, и я рад буду обсудить с вами на форуме все тонкости профессии. Обязательно подписывайтесь на канал Юга Шоу, чтобы не пропустить новых видео. А с вами был Юга, до новых встреч в мире Элеона. Пока-пока!